МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте, что вы идёте по улицам города, в котором никогда прежде не были. Вы заворачиваете за угол, и вашему взгляду открывается обычная для утреннего города картина. На улицах потоки машин, здания отбрасывают на тротуары свои длинные тени. И тут вас охватывает волнующая уверенность. Вы здесь уже когда-то были. Многие убеждены в том, что жили и раньше, в другое время, в другом месте, в другом облике. Процесс перерождения после смерти известен как реинкарнация. Но что стоит за этой верой? Попытка ослабить хватку смерти? Или это больше, чем вера? Последние исследования учёных заставляют нас взглянуть на реинкарнацию по-новому. Реинкарнация 7 июня 1972 года, Ванкувер, Канада. Король Ари только что родила второго ребёнка. Она и её муж Исаак назвали его Элайджа. Врач заверил родителей, что ребёнок совершенно здоров. Но это было неправдой. Владенец родился с дефектом ступней. Мать заметила это сразу же, как только взяла сына на руки. Я развернула его и увидела это. Ноги были так скрючены, будто кто-то посадил его в позу лотоса. Ступни были вывернуты. Врач сказал родителям Элайджи, что это широко распространённый дефект, и он устраняется с помощью несложной операции и специальных фиксаторов для ног. Семья Ари, только что обратившаяся в буддизм, задумалась, не знак ли это свыше. Элайджа родился в благоприятный по буддистскому календарю день. В Тибете это дата просветления Будды, когда все заняты созерцанием и медитацией. Когда Элайджа исполнилось два года, его семья переехала в Монреаль. Там они основали маленький тибето-буддистский центр. В него часто приезжали с проповедями духовные наставники – ламы. Однажды во время собрания в зал вошёл Элайджа. Трёхлетний мальчик сел возле известного ламы и погрузился в транс. Он вошёл в комнату, сел и оставался в этой позе весь вечер. Тихо-тихо, не спуская глаз с ламы. Это было странно. Но дети есть дети. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Король утверждает, что когда она укладывала сына в постель, он изрёк нечто обескураживающее. Он сказал, что у него когда-то тоже был духовный наставник. Мальчик назвал его имя и в деталях описал комнату, в которой тогда жил. Мать пропустила бы эти слова мимо ушей. Но тут её сын заговорил на иностранном языке, в котором она узнала тибетскую речь. Король буквально онемел от неожиданности. Думаю, на месте скептика я бы сказала, да ладно, есть какое-то простое объяснение. Вы же знаете этих сорванцов. Но ему уже было три года, и он вдруг начал говорить такое. Нет, это не было нормальным. И никто не убедит меня в обратном. Поведение сына озадачило король. Что побудило его рассказывать такие истории? Где он мог набраться этих иностранных слов? Родители Элайджа решили обратиться за разъяснениями к самому ламе. Лама слушал, как Элайджа одно за другим произносит имена. Гейшей кун, ава. Маха кала нак по. Это имена буддистских монахов, которые были ему хорошо известны. На следующий день лама вылетел в Индию, в монастырь. Он пообещал Чите Ари найти ответ на их вопрос. На прощание он сказал, что Элайджа – особенный ребенок. На протяжении последующих лет истории, которые рассказывал Элайджа, становились все более подробными и начинали затмевать его собственную жизнь. «Я родом с прекрасной планеты», – рассказывал он. «Там горы уходят пиками в лазурную твердь. Деревья, вырастая, приобретают странные формы. Дороги бесконечны и пыльны». Элайджа не сомневался, что такое место существует в реальности. «Я не воспринимал это как воспоминание. Для меня это была информация, своего рода новостное сообщение. Я соотносил его собственными воспоминаниями и опытом, которым располагал на тот момент. И сходство было просто поразительным». Три года от ламы не было вестей. Когда Элайджа исполнилось шесть лет, его видения стали настолько явственными, что он предложил своим сестрам отправиться вместе с ним на планету его грез. Однажды ночью они приготовили себе бутербродов, запаслись теплой одеждой и залезли в кровать Элайджа, чтобы начать путешествие. «Я уверен, что мои родители получали сотни телефонных звонков от учителей, родителей. Да, от всех. Они гневно кричали в трубку. Поведение вашего сына возмутительно. Чему вы там его учите? Что вообще творится в вашем доме?» Родители Элайджи постепенно склонялись к мысли, что дело не в воображении. И в тот же год они получили письмо от ламы. Он писал, что в прошлой жизни Элайджи был буддистским святым. Он умер в Тибете в 1950 году, а теперь решил вернуться на Землю. Сомнений в правоте своих слов у ламы не было. В 1980 году Далай-лама, духовный наставник Тибета, совершил свое первое путешествие на Запад. Одним из первых городов он посетил Монреаль. Король сделала все возможное, чтобы отвезти к нему восьмилетнего Элайджу. То, что произошло потом, стало неожиданностью для всех. Я подошел к нему, как требует традиция, с белым шарфом в руке. И он сказал мне, «Я узнал тебя. Я знаю, кто ты. Ты перевоплотившийся Гэхшей Джотсей. Я был просто сражен его словами». Фотокамера запечатлела момент узнавания. С искрой удивления в глазах Далай-лама протягивает руку и указывает на маленького Элайджу. И вот тогда я будто прозрел. А до этого словно жил в другом мире. Я, можно сказать, вернулся к реальности и осознал, что со мной произошло. Далай-лама нарек мальчика тибетским именем. С тех пор Элайджа известен всем как Тензин Шерап. Тензин многое узнал о своем прошлом воплощении в теле монаха Гэхшей Джотсей. Тот жил в смутные для Тибета времена, был свидетелем китайского вторжения и последующей оккупации Тибета. Он славился своей ученостью и просвещенностью, имел многих последователей и славу неподражаемого оратора. Узнав, кем он был в прошлой жизни, Тензин решил начать свое паломничество. Он покинул родной дом и отправился в Индию, навстречу своему прошлому. Далее мы подробно расскажем вам об этом путешествии. Когда Элайджа Арибала восемь лет, Далай-Лама признал в нем реинкарнацию почтенного тибетского монаха и нарек мальчика Тензин Шерапом. Это событие ничуть не удивило Элайджу, зато повергло в шок его родственников. Я не знал, что мне делать, что говорить. Как сообщить новость родителям? Может, прийти и сказать, вы ни за что не поверите, но ваш внук – это не ваш внук, а умерший и вновь воскресший монах из Тибета. Надеюсь, вы рады? Сознание Исаака и король принимало идею реинкарнации, но их чувства были противоречивыми. Почему их родной ребенок, их кровь и плоть, должен принадлежать другому миру? Родители хотели сохранить семью. Настоятели тибетского монастыря жаждали возвращения Тензина в храм. Несколько лет подряд семья Ари и духовные лидеры Тибета атаковали друг друга письмами. Монахи умоляли позволить их ламе вернуться в Тибет. И только после того, как Далай-Лама лично попросил Тензина присоединиться к ним, родители уступили. Мальчику было всего 14. Его матери пришлось принять самое сложное решение в жизни. Я знаю, когда люди увидят это, они спросят, как можно было отказаться от родного сына? Но иногда приходится совершать поступки против своей воли. Мне это решение далось непросто. Поэтому я и плачу. Случилось то, к чему я был готов. Я с радостью встретил перемены и сказал себе, пришло время сделать это, парень. Готовься. В октябре 86-го года король и Исаак согласились отпустить сына в Индию. Тензин с матерью взошли на борт самолета, чтобы начать долгое возвращение в монастырь Сьерра на юге Индии, где две с половиной тысячи монахов ожидали их. Среди них Тензин сразу почувствовал себя как дома. В монастыре ему было легко. Никакой тревоги, никакого беспокойства, расслабленность и гармония. Он ощущал себя там, как рыба в воде. Ему это нравилось, и это было видно. Первые же недели пребывания в монастыре Сьерра утвердили окружающих мысли, что в Тензине реинкарнировался святой. Спустя пять лет после духовного обучения в Индии Тензин решил вернуться на запад. С благословения Далай-Ламы он освободил себя от клятвы монашеского послушания и стал вести обычную жизнь. Тензин переехал в Париж, где занялся изучением философии. Сегодня его не отличишь от типичного европейца. Он женат, работает на компьютере, по выходным играет в хоккей. Словом, он такой же, как все. Хотя, по его словам, он так и не утратил связи с прошлой жизнью и все еще надеется исполнить свой кармический долг, передать своим будущим студентам знания, мудрость и опыт обеих жизней. Является ли реинкарнация единственным логическим объяснением того, что делал Тензин в трехлетнем возрасте? Западные ученые считают, что нет. Я называю это конформистской верой. Знаете, не стоит выдавать желаемое за действительное. Конечно, мне тоже хотелось бы прожить еще одну жизнь, встретиться там с теми, кого я люблю, но это невозможно. Весь мой научный опыт говорит об этом. Вы понимаете? Последние разработки ученых в области изучения человеческого мозга помогли глубже проникнуть в тайны работы памяти. Память — это не видеомагнитофон, записывающий события жизни в хронологическом порядке и имеющий кнопку перемотки. Наши воспоминания фрагментарны, они искажаются со временем, с появлением новых эмоций и накоплением опыта. Самый распространенный сбой в работе памяти — это так называемая криптоамнезия или утрата связи воспоминания с его источником. Мы получаем огромное количество информации, и наше внимание не успевает отслеживать весь поток. Часть фактов просто оседает в сознании. Потом какая-то случайная деталь вытаскивает эти знания на поверхность, и мы начинаем гадать, откуда нам все это известно. Из прошлой ли жизни? Исследования доказали, что даже младенцы способны запоминать отдельные реплики и детали. Скорее всего, именно этой особенностью памяти можно объяснить то, что случилось с Тензином. Его родители обратились в буддизм незадолго до его рождения. Его дом был открыт для тибетских лам. Кто знает, какой язык он слышал чаще всего? Кто знает, какие фильмы он смотрел? Кто знает, что за книги ему читали? Необычная атмосфера в доме и образ жизни родителей могли стать причиной того, что в три года Тензин произнес несколько известных имен и незнакомых слов. В 14 лет он с легкостью освоил тибетский. Семья Ари не отвергает эти доводы, хотя и не считает их исчерпывающими. На свете много вещей, которые человек объяснит не в силах. У нас нет ответов на все вопросы. Главное быть открытыми для новых познаний, открытыми, как мой сын. Стопроцентного доказательства в пользу реинкарнации, в пользу того, что кто-то может возродиться в моем теле, нет. Но есть сходства, даже на физическом уровне между ним и мной. Что это дает? Это может быть совпадением, если вы предпочитаете верить в совпадение. Но поскольку другого объяснения тоже нет, мне проще верить в реинкарнацию. Далее в программе. Она отчетливо помнит, что 20 лет назад жила в Ирландии и воспитывала восьмерых детей. Реинкарнацию чаще всего связывают с восточным мистицизмом и азиатскими верованиями. Как бы то ни было, у Христа есть истории на эту тему. Одна британская женщина пересмотрела многие баптистские догмы после того, как осознала, что жила до своего рождения. Дженни Коккел утверждает, что с раннего возраста ее преследуют воспоминания о смерти. Обычно они посещали ее ночью, во сне. Днем они снова возвращались к ней. Это не были вещи и сны. Это были кошмары из прошлого. Дженни родилась в 1953 году на юге Англии. Ее жизнь в деревне Сейнт-Элбанс была ничем не примечательна. Однако под покровом реальности таилось нечто удивительное. В детстве я часто думала о том, что уже была подростком. Уже была взрослой. И мне это не казалось нелепым. Просто воспоминания. Я не видела в них ничего странного, пока не поняла, что это происходит. Только со мной именно тогда мне пришлось узнать, что я уникальна. Дженни вспоминала, причем в мельчайших подробностях, жизнь ирландской католички по имени Мэри, в одиночку растившей восьмерых детей. Я знала, что это происходило в начале века, до 30-х годов. Вы скажете, что я определила это по костюмам, платьям, обстановке. Отнюдь. Я просто чувствовала это. Сейчас я могла бы определить эпоху по деталям, но тогда я была слишком маленькой. самыми яркими были воспоминания о смерти Мэри. Образы проецировались в ее памяти, как на широком экране. Она видела больничную палату, унылое окно. Я помню, как стояла рядом с телом на кровати и не хотела уходить. Ночь за ночь я видела этот сон и просыпалась в слезах, с болью от того, что ничего нельзя изменить. Я знала, что произошло. Это была настоящая трагедия. Дженни не догадывалась, почему ее пятилетняя дочь плачет ночи напролет. Все прояснилось, когда Дженни впервые пошла в воскресную школу. Во время проповеди она повернулась ко мне и спросила, почему все говорят о будущей жизни на небесах, но никто не говорит о том, что такое прошлая жизнь. Неужели взрослые это не обсуждают? Я знаю, дети иногда говорят странные вещи, но услышать такое я не могла понять, но хотела. Дженни обожала сидеть у камина и рисовать маленький двухкомнатный коттедж у бурной реки. На стенах в овальных рамках две картины женщина с ребенком и солдат. К причалу подходит человек, лица которого не видно. Дженни нарисовала несколько карт в надежде обнаружить город из своих воспоминаний. Изучив карты Ирландии, она остановилась на городке Меллахайд. Не помню, сколько ей тогда было, может шесть, может семь. Она нарисовала карту и сказала, что раньше жила здесь. Она не знала, где находится это место, но на карте была улица, и она объяснила, как пройти к ее маленькому коттеджу на берегу реки. Представляете, что я испытала? Высказывания дочери вызывали все большее недоумение у Пэт. Она пыталась списать их на обычные странности, но скептицизм давался ей все труднее. Дженни была очень настойчивой, а ее рассказы не оказались сбивчивыми. Чаще всего Дженни вспоминала своих детей. Она знала имя каждого. Она помнила их лица, привычки. Она не переставала волноваться за них. Самым страшным была не смерть, а мысль о том, что дети остались одни, без поддержки. Как они жили? Что произошло с ними? Я постоянно думала об этом. Я волновалась, хотя сама была совсем еще ребенком. Время шло, но воспоминания Дженни не меркли. Она испытывала неодолимое желание отправиться на поиски своих детей, но не могла заговорить об этом с родителями. Первые шаги навстречу прошлому она предприняла после того, как у нее появились собственные дети. Весной 1980 года Дженни взяла кипу своих детских рисунков и отправилась в книжный магазин. Ее самодельная карта очень напоминала город Мелохайд. Требовались дополнительные детали и Дженни решилась на гипноз. После гипноза все мои воспоминания обострились. Я больше не могла от них отмахиваться. Сидеть, ждать, забывать. Нам было что-то предпринять срочно. Я была обязана поехать в Ирландию. Это был мой долг. Но у Дженни теперь были свои дети, о которых надо было заботиться, и не хватало денег на поездку. Только 9 лет спустя, в июне 1989-го, она оказалась 20 километрах от Дублина в городе своих снов. Вначале она нашла пристань. Потом увидела маленькую католическую церковь, которую когда-то посещала. И, наконец, обнаружила развалины коттеджа, в котором жила Мэри. Все было в точности таким же, как на ее детской карте. Просто невероятно оказаться в Мелыхайде спустя столько лет. Идти по улицам, видеть снова эти дома, знать наизусть дорогу. У меня была с собой карта, но заглядывала. Поиски только начинались. Дженни узнала, что в коттедже действительно жила женщина по имени Мэри Саттон. После смерти Мэри в 1930-м году ее дети попали в детские дома. Дженни подумала, что они, возможно, еще живы и решила разыскать их. Далее поиски Дженни приводят ее в ирландскую семью, которая потеряла свою мать около 60 лет назад. Воспоминания о предыдущей жизни посещали Дженни Коккел с раннего детства, пока она не поверила, что в ней возродилась женщина, умершая в 1932 году и оставившая после себя восьмерых сирот. чтобы найти деревню Мелахайт, где жила Мэри, Дженни было достаточно обратиться к своим воспоминаниям. Но теперь ей предстояло найти детей Мэри. Я очень волновалась. Я боялась ошибиться, переживала, что найду совсем не ту семью, которую еще. Дженни была настроена решительно. Она разместила объявления в местной газете с просьбой откликнуться всех людей по фамилии Саттон, а также разослала письма в местные детские дома. Наконец, ее настойчивость дала плоды. Дженни смогла найти брачное свидетельство Мэри и записи о крещении ее детей. Все это время я думала, как пройдет встреча с ними. Я была уверена, что эта встреча состоится. Но я не знала, как сделать первый шаг. Стоит ли мне вообще появляться в их жизни? Да, я помню, что было когда-то их матерью, но дает ли это мне право вновь появиться на пороге их дома? Как они примут меня и что скажут, что вспомнят обо мне? В конце концов, Дженни нашла старшего сына Мэри, Сонни. Ей было непросто решиться позвонить ему. С чего начать разговор? Когда мать умерла, ему было всего 13, и, возможно, он помнит ее лучше остальных. Дженни глубоко вздохнула и набрала номер. Здравствуйте, сказала она, ваша семья снилась мне с 5 или 6 лет. Что вам снилось, переспросил я? Вы, ответила она. И хотя женщинам подобные вопросы не задают, но я спросил, сколько ей лет? 39, ответила она. Значит, моя мать умерла за 21 год до вашего рождения, сказал он. Дженни выдержала паузу, а затем начала пересказывать ему некоторые свои воспоминания. Она описала две фотографии, висевшие на стене коттеджа. Черно-белые снимки в овальных рамках. На одной была женщина с ребенком, на другой солдат. При этих словах у Сони по спине пробежал холодок. Слишком живо он помнил эти предметы. Повесив трубку, я молча встал и подошел к жене. Она заметила мое состояние и воскликнула. Боже, что стряслось? Ты выглядишь так, как будто только что увидел призрака. Я ответил, нет, я его услышал. Дженни захотелось встретиться с Сони и сопоставить их общие воспоминания. Она только начинала, я понимал, вот оно. Я это помню, вы понимаете? Я мог продолжить любое ее предложение. Она помнит, как сидела на причале и ждала. Но кого? Она ждала, когда Сони придет с работы. Он подносил милосер в гольф. Она помнит, как стояла, согнувшись в дверном проеме, держа тяжелый матрас. Но зачем? Оказывается, раз в год они меняли обивку на матрасе и им приходилось протаскивать его через дверь. С каждым новым откровением уверенность Дженни росла. Да, она это перевоплощение матери Сони. И каждый фрагмент ее воспоминаний свидетельствовал об этом. Дженни сложила все факты воедино и обрела свое счастье. Но она не могла перестать беспокоиться о других детях, отправленных в разные приюты. Они с Сони продолжили поиск и нашли еще пятерых выживших членов семьи Саттон. После 60 лет разлуки семья вновь воссоединилась. Я и сам все эти 60 лет пытался найти своих сестер и братьев. Но только Дженни удалось собрать нас вместе. Это ее заслуга. Она мне очень помогла. Теперь я знаю, где моя семья. Я должна была узнать, где мои дети. Это был мой долг, с которым меня оставила сама Мэри. Я обязана была найти их. Еще в детстве я поняла, что это дело моей жизни. Неважно, что многое изменилось, что изменилась я сама, я по-прежнему в ответе за них. Я так хотела выяснить, все ли у них в порядке, нужна ли им моя помощь. Сейчас Дженни живет с мужем и двумя детьми. В ее душе наступил долгожданный покой. Она обрела его там, в городке Мелахайт, на узких улочках, своих далеких, воспоминаний. Возможно ли, чтобы Дженни знала мельчайшие детали из жизни женщины, жившей и умершей до ее рождения? Скептики считают более разумным воспринимать историю Дженни как очередной пример ложной памяти, которой, по их утверждениям, можно свести все свидетельства о реинкарнации. А как же совпадение с воспоминаниями Сонни? Или Дженни составила свои рассказы на основе его слов? Главная ошибка принимать подобные истории на веру и не пытаться их опровергнуть. У любого, кто утверждает, что помнит свои прошлые воплощения, должен быть целый багаж знаний. Спросить у него, что обычно ели люди на завтрак в том времени и месте, которое он описывает, или кто был изображен на монетах. Проблема в том, что ученые, а в особенности действующие лица подобных событий, ищут подтверждение, а не опровержение своих гипотез. Задача не такая уж сложная, учитывая готовность, с которой человек поддается внушению. В большинстве случаев, когда я сталкиваюсь с нарушениями памяти, ложной памятью и псевдовоспоминаниями, люди убеждены, что их опыт реальный. Мы имеем дело не с бессовестными лгунами, а с людьми, полностью порабощенными собственным воображением. Их практически невозможно разубедить. Не стоит даже пытаться. Я понимаю чувство Дженни, но, может, дело не в перевоплощении, а в божественном провидении. Это дитя стало проводницей воли Божьей и передала его послание семье, которая нуждалась в этом, помогла ей воссоединиться, найти друг друга, ибо все в руках Божьих. Сонни Саттон и его пятеро сестер и братьев не знают, как объяснить удивительную историю Дженни Кокел. Сонни единственный, кто может подвергнуть рассказы Дженни сомнению, но он говорит, что в них нет погрешностей. В них много деталей, известных только близким людям. Я сижу тут и думаю, кто я, каким было мое детство, как мне было одиноко, и о том, что я в Божьих. Нет, там на небе точно кто-то есть. Моя мать была с ней, она и сейчас в ней, и ее душа не могла успокоиться, пока не нашла нас всех и не собрала снова вместе. Мне тяжело осознавать, что люди не воспринимают это всерьез. Меня не нужно убеждать в существовании реинкарнации. Я через нее прошла сама. Далее в программе. Врожденный недуг мальчика пропадает после того, как он вспоминает собственную страшную смерть из прошлой жизни. Связаны ли врожденные болезни с трагедиями прошлой жизни? Большинство исследований, касающихся жизни после смерти доказывают, что наши нынешние физические недостатки это след психологических травм, перенесенных в прошлых воплощениях. Патриция острая рано осознала, что ее сын Эдвард не такой, как остальные дети. Стоило дождю застучать по крыше их дома в Коннектикуте, как Эдвард начинал реветь на взрыв и рассказывать странные истории. Рыдая, Эдвард повторял, что в него стреляют и показывал на свою шею. Родители не могли понять, о чем говорит их сын. Эдвард рос болезненным мальчиком. У него было хроническое воспаление горла и постоянно повторявшиеся приступы танзелита. В 88-м году, когда Эдварду исполнилось 4 года, его отец, врач по профессии, отвез сына на диагностику. У Эдварда обнаружили редкий врожденный дефект. Кисту в дыхательных путях, в области шеи. Доктор сказал, что если не принять меры, начнется воспаление и ребенок погибнет. Требовалась операция. Но вначале врач решил устранить причину танзелита – гланды. Несколько недель спустя Эдварда привезли в больницу на операцию по удалению гланд. Операция прошла гладко и мальчик проснулся с уверенностью, что он здоров. В тот же вечер четырехлетний Эдвард рассказал маме любопытную историю про то, как был 18-летним солдатом по имени Джеймс. Он продирался сквозь грязные поля Франции унылым днем. Он не знал, какой стоял год, что это была за война. Он замерз. Он хотел есть. Его руки тряслись от тяжести ружья. Внезапно за его спиной раздался выстрел. Я помню, как раздался выстрел. Пуля попала мне в шею сзади и прошла на вылет. Он сказал, что ощутил вкус соли, соленый вкус крови. Она заполнила его рот, он закашлялся, начал задыхаться, потом упал в грязь и умер в этой грязи. Патриция не знала, как отнестись к истории сына. Она решила, что это, скорее всего, детские фантазии, спровоцированные слишком большой дозой анестезии. Но два дня спустя Дональд обнаружил, что киста на шее сына полностью рассосалась. Он побежал за врачом. Я был вынужден признать, что киста исчезла. Я с таким никогда прежде не сталкивался и опасался, что так же неожиданно, как она пропала, она может вернуться. Она не вернулась. Исчезла не только киста Эдварда. Изменилась вся его жизнь. Он больше не боялся оставаться один. Не впадал в истерики в пасмурные дни. Он хотел вновь и вновь рассказывать историю о том, как когда-то был солдатом. Эти истории со временем становились все более подробными. Это не было обычным детским лепетом. Он говорил о событиях и вещах, которые не могут просто так прийти в голову ребенку. Патриция не могла больше отмахиваться от истории Эдварда. Она начала подозревать, что за ними стоит нечто напрямую связанное с исчезновением его кисты. Копнув чуть глубже, она нашла удовлетворившее ее объяснение. Эдвард исцелился благодаря тому, что вспомнил момент своей смерти в прошлой жизни. Являются ли истории Эдварда о французском солдате воспоминаниями о его предыдущем воплощении? И если это так, то связаны ли они с исцелением мальчика? Терапевты, изучающие опыт прошлых жизней, убеждены, что связаны. В очень раннем возрасте Эдвард уже осознал, что значит быть солдатом и умереть на поле брани. Учитывая эти травмирующие воспоминания, неудивительно, что у него возникла проблема с шеей и здоровьем. Боуман объясняет, что, поделившись воспоминаниями с близкими, Эдвард смог подавить себе чувство одиночества и панический страх, испытанный им в прошлой жизни. В результате исчезли не только психологические, но и физические проблемы. Как следует, обмозговав эту ситуацию и горячо поспорив с женой и родственниками, я все же пришел к выводу, что это единственное удовлетворительное объяснение. Поверьте мне, я не спал ночь, пытаясь найти что-нибудь более рациональное. Но ничего другого мне в голову не пришло. Мы все граждане свободной страны и имеем право верить во что угодно. Если мне скажут, вот научные доказательства жизни после смерти, вот факты в пользу реинкарнации, я их выслушаю. Они играют на моем поле, и им придется придерживаться моих правил. Мне требуется научное подтверждение того, что реинкарнация не ложь. Так вот, я его пока не вижу. Еще в 60-х многие специалисты начали изучать спонтанные воспоминания детей об их прошлых воплощениях. И во многих странах собраны материалы со свидетельствами маленьких пациентов. Поверьте, это очень ценные данные, и они обязательно пригодятся ученым будущего. Вы засыпаете и начинаете вспоминать. Для того, чтобы узнать правду, нужно сверить факты, изложенные людьми, которые помнят о своей прошлой жизни с реальными событиями. Другой способ — это глубинный гипноз. Ученые, отвергающие идею реинкарнации, находят эти методы сомнительными. По их словам, даже гипноз не гарантирует истинности слов испытуемых. Стоит им зацепиться за какое-то псевдовоспоминание, прозвучавшее во время гипноза, и уже готов миф. Я проработал в этой области 18 лет, и я научился отделять зерна от плевел, символы, метафоры, обрывки снов, игру воображения и воспоминания о прошлых жизнях. Регрессивная терапия — это акт возвращения назад, в прошлое, к событиям прошлой недели, прошлых лет или прошлых жизней. Все это регрессивная терапия. Уверяю вас, это очень перспективная практика. Ученые пришли к выводу, что человек не в состоянии формировать надежные блоки памяти о первых годах своей жизни. Напрашивается вопрос, если мы не можем вспомнить начало этой жизни, как мы можем говорить о предыдущей? Доводы тибетской духовной практики перекликаются с теорией Дарвина. Если различные особи могут эволюционировать во времени, порождая более приспособленный вид, почему душа не может так же проходить сквозь время, становясь мудрее? За несколько миллионов лет обезьяна стала человеком. Несколько перевоплощений, и душа одного человека совершенствуется в другом теле. Есть у мистиков одно высказывание, которое мне очень нравится. Мы не человеческие существа, наделенные духовным опытом, мы духовные существа, обремененные опытом человеческим. ученые разумеется, думают по-другому. Они сравнивают мозг человека с двигателем автомобиля. Когда вы выключаете двигатель, оставшаяся энергия рассеивается в виде конденсата. То же происходит и с человеком. Когда он умирает, его жизненная энергия растворяется и исчезает. Сознание перестает работать. Оно превращается в ничто. Но для тех, кто верит в реинкарнацию, это не аксиома. Подумайте хорошенько. Как можно доказать существование этого ничто? Отсутствие как концепт недоказуемо. Ученые знают, что доказательства тому, что душа покидает тело в момент смерти, нет. Но по сути, это их единственный и центральный аргумент. Реинкарнация требует, чтобы я поверил, что хотя орган умирает, распадаясь на элементарные химические составляющие, какая-то часть меня при этом способна уцелеть, найти эмбрион, войти в него и передать этому новому телу информацию, которая позволит ему развиваться дальше по цепи эволюции сознания и духа. Вы понимаете, что я не могу этого принять? Я в первую очередь ученый и не верю в сказки. Защитники реинкарнации апеллируют к тысячам проверенных показаний детей, помнящих свои прошлые жизни. Доказательств в пользу реинкарнации достаточно. Конечно, вы можете изучить их и все равно сказать, меня это не убедило. В науке это обычная практика. Я не думаю, что появятся неоспоримые факты. Мы говорим о вере. Этот уровень находится намного глубже любых материальных свидетельств. и материал things. Субтитры создавал DimaTorzok